Здравствуйте, уважаемые зрители! Этому человеку 49 лет, он дважды был вице-министром здравоохранения, имеет 6 дипломов различных вузов, в числе которых Алматинский мединститут, Российская медакадемия, 2 американских университета, 1 немецкий и 1 казахстанский. Удивительно, когда все успел окончить. Он доктор медицинских наук, отличник здравоохранения, ну а в 2017 возглавил Минздрав. Вы, наверное, уже догадались, о ком я говорю, конечно же, о Ельжане Бертанове. Несколько дней назад весть о том, что бывший министр задержан, буквально взорвало наше информационное пространство. Иначе и быть не может, ибо экс-чиновник такого уровня всегда будет приковывать к себе большое внимание. Знаете, этот год для Ельжана Амонтаевича выдался очень сложным, хотя 20-й год для всех нелегкий, но для него в особенности. Именно Бертанову со своим ведомством пришлось первыми принять на себя коронавирусный удар. О том, как они с этим справились или не справились, разговор отдельный, но именно медики стояли на передовой в борьбе с этим невидимым опасным врагом. Впрочем, и в наши дни врачи также в зоне риска. Еще весной, в самом начале карантина, господин Бертанов давал прогнозы по заболеваемости коронавирусом. По его словам, исходя из математических расчетов, число больных не должно было превысить нескольких тысяч. Сначала говорилось о трех с половиной, а потом о пяти тысячах. Но на деле все оказалось хуже, гораздо хуже. В конце весны у нас уже было около 10 тысяч заболевших, а за лето больше 100 тысяч. Так что в борьбе с этим недугом никакие прогнозы и предсказания не работают. Теперь о задержании Бертанова. Мы до сих пор не знаем всей правды об аресте бывшего министра. А оно вообще было, это задержание? Если да, то почему официальные ведомства не заявляют об этом во всеуслышание? Они это и не опровергают, и не подтверждают. Почему мы, журналисты, да и все общество, опять должно гадать, спорить, ссылаться на неназванных источников? К чему все эти недомолвки? Почему наши силовые органы каждый раз действуют по одной и той же схеме? Сначала в интернете начинают плодиться слухи о том, что задержан тот или иной чиновник, проходит несколько дней, а чиновники ни слуху, ни духу. И уже когда общественный интерес доходит, простите, до предела, силовики выступают с заявлениями о том, что да, чиновник задержан, и сейчас ему определяют меру пресечения. Как будто нельзя было сразу при задержании решить, где и как его содержать. Если помните, точно такая же история была с бывшим Акимом Павлодарской области Булатом Бакаовым, которого подчиненные просто потеряли из виду на несколько дней, и область жила сама по себе. Такая же история приключилась и с заместителем Акима Алматинской области Багдатом Манзоровым. За что задержали Ельжана Бертанова? Опять-таки, по неподтвержденным данным, его подозревают в хищении 520 миллионов тенге, которые были выделены на цифровизацию медицинских информационных систем. Кстати, если помните, три месяца назад по этому же делу был задержан бывший подчиненный Бертанова, вице-министр Олза Сабишев. Выше я уже говорил, что этот год выдался для Ельжана Амонтаевича сложным. Наш Минздрав практически провалил работу по борьбе с вирусом. Хотя, если честно, с этой болезнью не справляются даже развитые страны. Кроме того, господин Бертанов и сам заразился, слег на лечение, и 25 июня был освобожден с должности министра. С тех пор о нем ничего не было слышно. До 31 октября. Замечу, что весь этот год в сферу здравоохранения сопровождают коррупционные скандалы. Если помните, летом был большой шум по поводу руководителей СК «Формации». Работа этого фонда вызывала большие вопросы у общественности. В то время как вирус практически косил казахстанцев, в больницах не хватало медикаментов, средств защиты и аппаратов ИВЛ. За поставку всего этого отвечала как раз таки СК «Формация». Пока простые граждане за свои баснословные деньги через посредников закупали лекарства, руководители этого фонда получали и получают огромные зарплаты и покупают своим домочадцам новенькие иномарки. В общем, коррупция, непрозрачности, растрата государственных денег, выделенных на здравоохранение, серьезно подмочили репутацию чиновников от медицины. Теперь все гадают, что же будет с Ельжаном Бертановым. Думаю, его судьба будет схожа с судьбами других наших высокопоставленных задержанных. На днях силовики официально заявят, что он задержан, потом его переведут под домашний арест, а на суде приговорят к ограничению свободы. И выпустят из зала суда. В общем, все по накатанной, и мы в очередной раз убедимся, что чиновники своих не бросают. Всего вам доброго и смотрите Атомикем Бизнес.